Мы занимаемся в Центре изучением современных образовательных технологий, в том числе соцсети, мобильные технологии в образовании и что-то совсем такое новое, типа блокчейн, я не знаю, какие-то облачные технологии и так далее. Но сегодня я буду рассказывать не про образование, а это еще одно такое направление исследования. Это, собственно, современное детство, современные подростки, все, что окружает их в этом современном мире. И вот уже несколько лет я занимаюсь этим возрастом, его изучением, и сегодня я представлю несколько исследований, точнее, результаты нескольких исследований. И я так их попробовала все-таки сфокусировать именно на социальных сетях, хотя они немножечко тоже пересекаются и с мобильными технологиями, и с повседневной жизнью вообще подростков. Ну, в общем, попробуем в этом разобраться. Нет, надо спросить сразу. Давайте вопросы в конце, чтобы у нас это не прерывалось. В конце я отвечу с удовольствием на все ваши вопросы, предложения и так далее. Значит, Алиса в «Зазеркалье» называется у нас эта тема, потому что, если мы говорим о социальных сетях, я не знаю, хорошо ли вам видно, я вот этот вот слайд, когда открыла, поняла, что не очень хорошо, но это только один слайд такой, простите. Почему здесь «Зазеркалье»? Это вообще, когда появились социальные сети, я помню, что было очень-очень много публикаций, не только социальные сети, вообще вот это вот социальное общение в сети, было очень много публикаций по поводу того, что это такое альтер-эго проявляется в сети, что сети вообще вызывают зависимость, что индивид как-то там себя ведет необычно для себя, агрессия там проявляется и многое другое. Но мне кажется, что вот этот вот дискурс, он сменился несколько лет назад, и сегодня есть подтверждение того, что, собственно, вот это вот отражение, которое в социальной сети находится, это действительно такое отражение реального внутреннего мира, ощущения, самопонимания индивиду. То есть сегодня, условно, смотря на социальную сеть, можно действительно многое сказать о человеке. Конечно, есть какие-то такие экстремальные точки, есть, там, не знаю, создаваемые такие фейковые аккаунты, с помощью которых те же подростки ведут себя каким-то определенным образом в сети. Но мы сегодня не будем говорить про вот эти такие экстремальные выбросы, мы все-таки будем говорить про, в целом, подростков, про их социальные сети и их жизнь. Если посмотреть на известные всем многим теории, да, психологические, то, с одной стороны, социальные сети вообще очень хорошо в них вписываются, с одной стороны, да, потому что если мы посмотрим на, например, теорию ведущей деятельности, то есть той деятельности, которая характерна именно для этого возраста, то это ведущая деятельность, это интимное личностное общение. То есть это такой фокус именно на сверстников, на общение с своими, собственно, там, одноклассниками, сверстниками, peers. И социальные сети, в общем, дают такую возможность, действительно. Если мы посмотрим на теорию развития личности... О, да, отлично, мне кажется, так гораздо... Это время решения. Да, но это вот, на самом деле, только один такой слайд, дальше все будет гораздо лучше видно. Теория развития личности, идентичность, это Эриксон. Это идея о том, что вообще на протяжении всей жизни формируется и как-то корректируется, меняется вот эта вот идентичность, а подростковый возраст — это тот возраст, в котором эта идентичность, в общем-то, как-то закладывается, и вот это вот самопонимание, самопознание, оно происходит именно в этом возрасте. Тоже можно сказать, что вообще у Эриксон этот процесс описан как такое постоянное отражение, точнее, отправка такого сигнала и получение какого-то отклика от окружающих. То есть это какие-то такие совсем серьёзные поступки. Прихожу я с ракетом в школу, да, или как-то себя веду, вызывающе, может быть, на уроке, то есть такие явные какие-то сигналы, и я смотрю за реакцией, за реакцией той группы, которая для меня интересна и важна. Но это какие-то более такие незаметные, особенно для, может быть, глаз взрослого вещи. Ну, не знаю, нравится мне мальчик, я, значит, как-то там посмотрю на него, волосы приглажу. И опять я вот пытаюсь понять вот эти вот, сочетать сигналы, и тоже это как-то себе, всё это играет на мою собственную идентичность. Социальные сети позволили вот этот вот процесс, который, в общем, он так визуально сложно за ним наблюдать, да, в реальной жизни, они позволили сделать его таким вот обозримым. То есть можно посчитать количество лайков, можно, собственно, не делать по-настоящему ирокез, а примерить какую-нибудь штуковину, на голову надеть, сделать фотку и посмотреть, кто, в общем, как на неё реагирует. То есть, с одной стороны, для самих подростков это такая зона безопасной такой пробы, да, то есть не обязательно мне стоять на крыше и Маше, которая мне нравится, ну, вот так вот себя предъявлять. Я могу какую-то опубликовать фотографию, не знаю, вот тоже с крышей, может быть, даже не ту фотографию, которую я сам сделала, где-то нашёл в интернете, и посмотреть, как на это будут реагировать мои сверстники. Также и для исследователей. Вообще подростковый возраст очень сложно исследовать, потому что в этом возрасте, во-первых, у ребят ещё не сформирован как бы вот этот вот аппарат, то есть им сложно самим, даже если они хотят, объяснить, определить, что они чувствуют, какие вот у них эмоции сейчас внутри бушуют, да, даже для себя это очень сложно объяснить. А если говорить про исследователя взрослого, да, даже, может быть, ну, не очень сильно взрослого, но всё равно это очень-очень сложно, и это очень закрытый возраст, то есть происходит вот это вот переходное, это интимно-личностное общение со сверстниками и уход от взрослых. Поэтому вообще всегда очень было сложно изучать этот возраст, но социальные сети нам дают тоже такую возможность немножечко подсмотреть в замоченную скважину, что же в этом возрасте происходит. Ну, ещё есть такая теория, экологический подход Бронфенбренера. Это история про такие вот круги, то есть индивид находится в центре круга, и ближайшее его окружение — это семья и друзья. Следующий круг — это одноклассники, соседи. Есть ещё больший круг — это там дальние родственники. Вот социальные сети немножечко эту теорию, этот подход взбалывают, да, потому что сегодня благодаря социальным сетям вот эти контакты накапливаются как снежный ком, и можно сохранить контакты из пионерского лагеря, в котором я когда-то был, из прежней школы, в которой я когда-то учился, и по идее я могу общаться активно и с своим соседом по парте, который действительно сидит со мной рядом в оффлайн-пространстве, но я также могу общаться вот с кем-то, например, из прошлой жизни или просто издалека в сети. Поэтому такое вот происходит смешение. Ну и социальная ситуация развития, зона ближайшего развития в Иготске — это такая сложная тема, и социальные сети, и гаджеты сюда приплетаются, потому что по этой теории всегда должен быть такой ближневзрослый, который помогает сделать шаг, вот следующий шаг в своем развитии. То есть он как бы видит, подхватывает то, что, значит, вот процесс такого зарождения, по появлению этой силы, этих знаний, и помогает этот шаг сделать. Гаджеты немного рушат этот подход. Почему? Потому что сегодня часто проводниками, например, в использовании гаджетов или социальных сетей являются невзрослые. Это очень интуитивно понятные такие устройства. И тогда возникает вопрос, как же вот эта вот зона ближайшего развития вообще работает, и нужен ли тогда взрослый, или кто его заменяет, или в принципе, в общем, он больше не нужен, потому что подростки сами, и подростки, и дети сами способны на вот этот вот рост в том, что касается технологий. Ну вот я уже сказала, что сегодня мы поговорим про такое вот зеркальное отражение подростков в сети «Алиса в зеркалье», и это объединение нескольких исследований. Я сейчас коротко про них расскажу, ну, про результаты каждого исследования. Это было исследование свободного времени подростков и пересечения как раз онлайн и офлайн. Мы это исследование провели, наверное, два года назад, в прошлом году опубликовали статью на эту тему. И на самом деле это был такой вызов, потому что я прочитала очень интересное исследование, которое сделали в МГППУ. Там очень чётко делилось время, которое подростки проводят в офлайн и онлайн. То есть там давались конкретные цифры. Современные подростки проводят 20,5 часа в день онлайн. Тогда уже, в общем, телефоны, мобильные телефоны, технологии были уже довольно развитые. И у меня возник вопрос, ну, как же можно посчитать, сколько мы сегодня проводим времени в онлайне. Вот я не могу сказать, сколько я провожу времени в онлайне. Вот сейчас, например, зная, что, например, висит у меня какой-то пост в сети, и что какая-то на него реакция приходит. Я как бы в офлайн или я в онлайн? Вот девушка с кем-то чатится в телефоне. Вот она сейчас в офлайне, находится с нами, и, в общем, как бы и в онлайне. То есть это куда засчитывать? И мы попробовали провести такое исследование. Мы дали подростку дневники. Слушайте, я уже начинаю про него рассказывать, а я хотела просто перечислить. Сейчас перейду к нему, перейду к нему подробнее. Второе исследование — это мы так его назвали «Лост», как сериал, знаете, «Забытый». Тоже я расскажу про эту историю. Мы попробовали забыть подростков на 15 минут в кабинете и посмотреть, что они делают, пока, в общем, за ними вроде как никто не наблюдает, и дел каких-то у них сейчас срочных нету, и вроде как неплохая группа, то есть они даже знают друг друга. То есть вот пока, когда они забыты, чего они делают, общаются между собой, я не знаю, залезают в телефоны. Сейчас расскажу, что мы получили. Специфика использования социальных сетей школьниками разных возрастов. На самом деле, про это я сегодня не хотела говорить, но у нас есть и такое исследование. Мы попробовали посмотреть на школьников 9 и 6 класса из очень разных населенных пунктов. Это была Москва, Красноярск, и в Красноярском крае есть город Ачинск и поселок Большая Мурта. Мы хотели посмотреть, есть ли различия, собственно, в использовании гаджетов и социальных сетей между этими школьниками. И мы нашли, что если в 6 классе есть определенные различия в том, что в обладании, собственно, мобильными телефонами, то есть московским школьникам чаще покупают в этом возрасте собственный гаджет, чем, например, ребятам из Большой Мурты, то к 9 классу различия практически нивелируются. То есть все 9-ти классники примерно в равной степени являются обладателями технологий. Другой вопрос, какого порядка этих технологий. То есть можно предположить, что, может быть, у москвичей это какие-нибудь айфоны модные, а у ребят там из поселка это смартфоны попроще. Но, в принципе, возможность выйти в интернет и подключиться к сети, выйти в Google, она есть и у тех, и у других ребят. Еще мы нашли, что есть тоже некоторая задержка. Во-первых, вот между сельскими ребятами, сельскими, и вот из этого малого города ребята, и городские, это где-то год-полтора в регистрации в сети и в начале ее использования. То есть они чуть позже начинают использовать эти сервисы. Но вообще этот возраст, возраст входа в социальную сеть, он снижается. То есть если у 9-ти классников, сейчас я боюсь соврать, но, по-моему, 11 лет это был средний возраст, когда они регистрировались в сети, причем был определенный разрыв тоже в год-полтора между регистрацией и просто фактическим созданием аккаунта и началом использования его для общения, то у шестиклассников этот возраст был уже меньше. То есть, насколько я помню, в 9 лет они уже регистрировались в сети. То есть забудьте про вот этот вот официальный возраст, который в ВКонтакте заявлен. Это все происходит намного раньше. Сейчас я боюсь даже спрашивать у современных подростков, в каком возрасте они зарегистрировались. Есть, кстати, еще одна очень интересная такая социальная история. Мы ее не исследовали, просто делюсь с вами такой вот находкой. Кто-то тоже мне про нее рассказал, что в свое время, когда были очень популярны одноклассники, многие молодые мамы регистрировали там своих только что родившихся, появившихся на свет деток. Ну, потому что они писали в сети, Мишенька сегодня научился держать ложечку. И отмечали Мишеньку, как вот, ну, не хэштег ставили, а да, но отмечали пользователя в этот пост, вставляли его. Ну, а там можно было посмотреть, собственно, весь рост Мишеньки от того, как он только начал кушать кашку, до того, как он, значит, научился уже держать ложечку. И когда эти дети выросли, и, собственно, появилось у них такое желание, потребность, интерес к социальным сетям, оказалось, что, в принципе, они уже зарегистрированы. И это одноклассники, как ни странно, потому что мы знаем, что средний возраст одноклассников – это там, ну, 45-50. Но они стали тоже использовать. То есть это такая была припробная сеть, в которой, значит, подростки начинали что-то делать. Есть вот такая вот история. Но вообще, вы знаете, я думаю, что про это не нужно говорить, что вообще среди подростков самая популярная сеть ВКонтакте, и потом обычно с переходом в университет, и особенно это касается именно Москвы, они начинают мигрировать, мигрировать в Фейсбук. Но это тоже такой тренд сегодняшний. Неизвестно, что будет там в следующий год, может быть, два, может быть, это все поменяется. Но вообще Москва, молодежь Москвы – это все-таки Фейсбук, регионы – это ВКонтакте, подростки – это тоже ВКонтакте. Так, ну, дальше про еще наши исследования. Вот это исследование всегда онлайн. Тоже я сегодня про него не буду говорить, но так вот обмолвлюсь очень быстренько. Это скорее про использование, это скорее про образование исследования. Есть опубликованная статья по этому поводу, если вам интересно, можете посмотреть. Тоже мы решили посмотреть вообще, насколько вот эти вот мобильные технологии проникают в саму школу. То есть мы знаем, что во многих школах, во многих классах существуют запреты, такие административные, да, на использование мобильных технологий. При этом вроде как все подростки ходят с гаджетами. То есть вот как это фактически происходит в реальных школах. У нас был проведен очень большой опрос, 3,5 тысячи школьников. В Москве, правда, здесь есть такое определенное ограничение. И мы у них спросили, ну, во-первых, какие у них есть гаджеты в распоряжении. И 93% сказали, что у них есть собственные смартфоны. Дальше мы узнали, как они ими пользуются. И там есть очень смешной такой вопрос и ответ. Разрешено ли вы, используете ли вы гаджеты на уроке? Да, большинство отвечают. И на вопрос, а разрешено ли вам использовать вообще официально гаджеты на уроке? Нет, но все пользуются. Это самый ответ, который набрал больше всего количества ответов. Но при этом, в общем, есть определенные подвижки со стороны учителей. Например, есть один из каналов связи нормальных таких для общения с учителем. Это в том числе и социальные сети, и имейл, и мобильные телефоны. То есть тут вот мы не уточняли, там, это мессенджеры, или, не знаю, возможность написать смс-ку, или позвонить даже, например. Ну, то есть такой двиг происходит, но происходит на фоне такой очень неоднозначной и непонятной ситуации ни для кого, на самом деле. Потому что официально на государственном уровне мобильные телефоны пока не приравнены, например, к средствам ЭКТ, информационно-коммуникационных технологий, как, например, компьютеры или планшеты. Нет конкретного запрета, например, на использование этих технологий. То есть в этой ситуации, собственно, каждый управленец, каждый директор школы какое-то принимает решение на уровне своей организации. Но часто и директора как бы занимают эту позицию, что, мол, и не разрешить, и не запретить, и решает это каждый учитель. И, честно говоря, у подростков, на мой взгляд, такой есть некоторый взрыв мозга, потому что ты приходишь к одному учителю на урок, и там используется пленед лернинг какой-нибудь, не знаю, и об лернинг, и вам говорят, не знаю, посмотрите какое-нибудь видео сейчас на ютюбе, вы заходите в соседний класс, и вам говорят, уберите телефоны, и собирают, я видела сама такие примеры, такие коробочки обвязанные очень красивым крючочком, цветочками, и туда просят сложить телефоны в начале урока. То есть это такой вот очень большой резонанс для современных молодых людей и правила поведения. Ну и вот отсюда, наверное, возникает этот ответ «нет, но все пользуются». Ну и вот портрет современного подростка — это то, о чём я тоже сегодня поговорю. Мы изучили качественно аккаунты 11 подростков. Это качественное исследование, очень такое кропотливое, потому что мы собирали параллельно их интервью, и мы посмотрели, как меняется контент этих аккаунтов за год. То есть мы сделали срез в три месяца в начале исследования, а потом через год вернулись к этим постам и посмотрели, что там сохраняется, что они удаляют, как они вообще с этим материалом работают. Об этом я расскажу дальше. Ну и да, мы проводим периодически вот этот «День без гаджетов». Такая у нас есть инициатива. Это очень интересно, как они сами себя пытаются контролировать, и вообще как вот есть такой тоже у них, не знаю, как это назвать, стереотип или такое вот внутреннее это чувство. Ну то есть они, подростки, очень часто в интервью говорят, что да, я очень много пользуюсь телефоном, я чувствую, что мне это мешает, я отвлекаюсь, мне все про это говорят, я признаю, я чувствую. Ну и вот когда мы просим, предлагаем вам провести «День без гаджетов», то есть сознательно отказаться от телефона и потом, собственно, рассказать о своих эмоциях, на самом деле очень мало кто доходит до конца, очень мало кто способен на целый день без гаджета, то есть все равно они как-то срываются и сами признаются, что да, срываются. У нас была очень смешная история, когда у нас есть лицей, неувше, и лицеисты тоже делают проекты. И вот ко мне пришел парень оттуда и говорит, я хочу что-то сделать с вашим центром. Я говорю, ну хорошо, давай ты будешь таким вот главным, соберешь сам команду, ребят, вы сделаете вот этот «День без гаджета», то есть ты будешь таким вот соисследователем в этом проекте. Там раздашь им эти протоколы и проведешь интервью, он говорит, да, да, хорошо, то есть такой ответственный мальчик. Мы с ним начали все это, значит, проводить, и когда пришло время уже обсуждать результаты, то есть там первый парень мне начинает рассказывать, что я, но я вот утром встал, и как-то мне так вообще было скверно от того, что мне нельзя пользоваться этим телефоном. Я сразу встал пользоваться, второй, или там девочек начинает говорить. Но я вот держалась до шести вечера, это вообще такое вот у них знаковое время, потому что вроде как в шесть вот начинается такая активная жизнь в сети. И вот до шести я еще ждала, но потом я поняла, что там наверняка чего-нибудь мне, значит, написали и опубликовали, и я, значит, тоже сорвалась. И все, значит, рассказывают, рассказывают, и я думаю, ну, наверное, хотя бы он, он же был как бы со руководителем этого проекта. И он причем так реагировал на все это, что, да что, Маша, ну как же мы же с тобой договаривались, что ты не будешь? И когда доходит до него очередь, он тоже говорит, что я утром тоже как-то сразу срезался и, в общем, не смог выдержать. Значит, да, вот это как раз исследование вот этого пересечения онлайна и оффлайна. Это, если мы посмотрим, это первое исследование свободного времени подростков, пересечения. Что мы попробовали сделать? Мы собрали тоже группу подростков и договорились с ними, что в течение недели они будут вести дневник. Мы его давали в электронном виде и в бумажном виде, кому как удобнее. Их задание было записывать в графу онлайн все, что связано с онлайном. Ну, это вот пример конкретного дневника, да. Проснулась, собираюсь в школу, дом, надо было записывать эмоции, хочу спать, все бесит. А, онлайн это, да. Параллельно, значит, что-то смотрю в телефоне. Если что-то попадает в оффлайн, иду домой, разговариваю с парнем. Улица круто. Ну, то есть вот с 17.10 до 18.00, значит, она не должна, видимо, не пользовалась телефоном. Тоже надо сказать, что реально неделю ввели дневник не так много подростков. То есть все-таки они тоже, ну, там, пять дней, это был средний такой результат. Потому что все-таки это непросто тоже записывать все эти активности свои. Но что мы делали параллельно? Параллельно мы смотрели их аккаунты в социальной сети. И потом все это сопровождалось у нас интервью. В начале проекта и в конце проекта. И нам это дало очень много, потому что, во-первых, дневник нам дал материалы для разговора. Потому что нельзя спрашивать подростков, вообще кого угодно. Ну, что ты обычно делаешь после школы? Ну, я давно иду. Ага, а дома что ты делаешь? Ну, я телек смотрю. Ну, то есть это несодержательный разговор. Дневник нам дал вот такое дробление на маленькие события, о которых можно было уже говорить дальше. Это раз. Два. Конечно, было очень интересно сравнить вот эти вот странички и то, что выпадало в дневник. Мы прям садились конкретно с подростком, с его дневником. И с его профилем в социальной сети. И, значит, просматривали и то, и другое. И у нас было очень много тоже забавных историй про то, что, например, в 17.10, в 17.00 встречалось с друзьями, и, в общем, все это попадает в оффлайн. На вопрос, что, ну, прям реально, вы три часа гуляли, и прям вообще никто не пользовался телефоном. Да, это правда, потому что у нас вообще есть такое джентльменское соглашение, что когда мы с друзьями, все, телефоны, долой, мы не смотрим в телефон. Мы просматриваем профиль, и в это время, в эти три часа, сделано селфи такое, значит, все друзья, и я, и оно попадает в сеть. Я говорю, ну, смотри, как же, ты же говоришь, что ты не пользовался, вот у тебя селфи. Ну, это я не использовала телефон, говорю мне подросток. В смысле, это я не пользовалась вообще технологией, но это просто селфи. То есть вот это вот у них ощущение онлайн это или оффлайн, то, что, понимаете, мы для себя придумываем, вот так вот делим, оно не очень-то вообще-то релевантно. Что основные, какие мы сделали выводы? Ну, вот про эту параллельность, что действительно практически все у них события в жизни происходят параллельно с онлайн, с оффлайном. Сижу ли я на ужине с родителями, на уроке ли я? Всегда что-то присутствует из онлайн. Это вот опять к вопросу про фэнбренера и вот к этим кругам, что, в общем, когда я сижу в классе, я в онлайне, я вот сейчас в классе и с кругом своих одноклассников, или я все-таки еще и в сети, а там уже, это другой вообще круг. Ну, при этом присутствуют красные такие зоны, это мы так назвали. Красные зоны – это моменты, когда телефоны, социальные сети, гаджеты, любые девайсы не используются. С чем они связаны, эти красные зоны? Это должно быть что-то очень-очень действительно важное. Если это школа, то это моменты, когда максимальное вовлечение в процесс. То есть мы выполняли задания конкретные, когда я какое-то действие проявлял. То есть не просто слушал учителя, но мне надо было что-то сделать конкретное. Если это, там, семья и отношения, это какой-то важный разговор, это что-то интересное, что мы делали вместе. Это попадает… И еще очень важно, это какие-то моменты, такие вот опасности и риска, которых тоже довольно много у подростков. То есть действительно гуляла по крыше, мы залезали на стройку. Тут, в общем, уже с гаджетом ты не побегаешь, если сторож сзади может тебе в спину, не знаю, солью выстрелить. То есть красные зоны. Ну и вот скулка причина выхода в сеть. То есть почти у всех в дневниках вот в этих прослеживается, что там урок математики, сижу в чатике, скучно. Кушим с родителями, едим картошку, папа достается какими-то вопросами, скучно.